Всем привет, дорогие зрители! С вами Зарина, и в сегодняшнем видео я поднимаю достаточно серьезную тему. Это уход за собой при псориазе. В сегодняшнем видео я бы хотела вам сказать, как я ухаживаю за своей кожей головы, за волосами и за кожей лица. И я ни в коем случае не учу вас, как вылечить псориаз. Я как человек, который сама более 10 лет болеет псориазом, у меня наследственная форма, я могу вам сказать точно, что от него невозможно избавиться. Но псориаз — это та болезнь, с которой можно жить и нужно жить. Поэтому в этом видео я бы хотела просто с вами поделиться, также получить обратную связь, услышать ваши советы для себя. И я надеюсь, это видео станет таким насыщенным диалогом. В этом видео я бы не хотела высказывать свою субъективную точку зрения по поводу псориаза и делиться с вами всей своей долгой, продолжающейся историей. В этом видео я именно хочу с вами поделиться продуктами, которые помогают мне ухаживать за собой, поддерживать мою кожу в увлажненном состоянии. Естественно, эти продукты не могут вылечить псориаз, но они щадящие, они не травмируют мою и без того чувствительную кожу. Поэтому, в принципе, это видео будет полезно также обладателям чувствительной сухой кожи. Начну я с ухода за кожей лица, и наш день, естественно, начинается с умывания. Первое, что я могу вам посоветовать от себя — это желе для умывания. Особенно желе для умывания, в составе которых есть муцин улитки, которая восстанавливает pH-баланс вашей кожи. Я умываюсь утром и вечером. Я ей не изменяю уже более двух лет, она подходит для меня идеально, и я даже не знаю, что могло бы заменить мне такой утренний уход во время умывания. Следующий шаг после умывания — это тонер. В моем случае тонер. У меня тонер с кислотами, это гиалуроновая кислота, это ретинол. Абсолютно восстанавливающий продукт, который необходим, мне кажется, в многоэтапном уходе за кожей, когда вы точно знаете, что вы нуждаетесь в экстра увлажнении. Тонер — это мощный увлажнитель, который тает на вашем лице. Небольшое количество подушечками пальцев вбиваете в кожу, таким образом продукт лучше впитывается и эффективнее работает. И больше всего меня спасает, конечно же, масло. Мой выбор — это кокосовое органическое масло. У меня есть два вида. Кокосовое масло представляет собой консистенцию, субстанцию, которая глубоко-глубоко увлажняет вашу кожу и делает ее более напитанной, упругой. Я хочу оговориться, что самое главное — это ваш внутренний баланс микроэлементов, витаминов и так далее. Поэтому первое, что мы делаем, чтобы сделать состояние нашей кожи лучше, это сдаем анализы, покупаем комплекс витаминов, которые у нас в дефиците. Лично я пью витамины курсами, потому что есть определенный вид витаминов, которые нельзя между собой комбинировать. Это важно учитывать. Также есть отдельные витамины, которые можно комбинировать, например, для нервной системы. Вообще есть такое выражение, что у людей, страдающих псориазом, особая нервная система. И я надеюсь, вы это знаете. Я комбинирую цинк, магний, витамины группы В, и это очень важно. А витамин Д я всегда комбинирую с омега-3, омега-6, потому что витамин Д — это жирористворимый витамин. После того, как я наношу кокосовое масло на свою кожу, также подушечками пальцев щадяще вбиваем его, я использую скрипок гуаша, ролик из нефрита. Это инструменты, которые помогают мне подчеркнуть рельеф моего лица, также избавиться от отечности, которая является моей проблемой, так как я пью много воды. Массаж гуаша я делаю где-то два раза в неделю, чаще будет вредно. Делаю очень легкими движениями, не давлю на кожу, это важно. Разгоняем воду, разгоняем лимфу, поддерживаем кровоток — это самое главное. Это секрет упругой кожи. Ярким маркером стоит отметить, что также основным этапом в уходе за моей кожей являются сыворотки. Но нужно понимать и понимать для себя очень четко, когда мы используем те или иные продукты. Не стоит смешивать их между собой. То есть я не наношу одновременно масло и сыворотку. Это продукты, которые нужно разделять. Так они наиболее эффективно будут действовать и выполнять свои функции. У меня несколько видов сывороток. Есть сыворотка Booster с витамином Е, точнее АЕ, которую я также пью. Есть сыворотка Double Serum, двойной эффект увлажнения, лифтинг, подтяжки. Есть сыворотка, которая питательная. Что касается моего ухода за волосами, я очень-очень сильно хочу отрастить волосы. Поэтому люди, которые сейчас смотрят это видео, напишите мне внизу в комментариях, если вы также хотите отрастить длинные волосы, при этом у вас псориаз в основном доминирует на волосяной части головы. Пожалуйста, поделитесь, какими средствами вы пользуетесь. Сейчас я вам расскажу про свои. Итак, первое средство, которое является моим фаворитом, это комплекс ухода за волосами. Маска, сыворотка и шампунь, которые я наношу, естественно, не одновременно. Это также поэтапный уход, к которому я привыкла буквально в последние два месяца, пользуюсь этим уходом. И очень-очень сильно довольна состоянием своих волос. Важно понимать, что сыворотку я наношу после нескольких этапов наружного увлажнения именно все длинные волос и кончиков. Если мы хотим отрасти длинные волосы, то мы понимаем, что нужно избавляться от секущихся кончиков. Или просто пытаться бороться с ними, если избавляться не получается. Первое, что я делаю, это наношу на подсушенные волосы крем, а крем для волос, который является индикаторовой бумажкой, лакмусовой бумажкой, которая помогает нам питать наши волосы. И после крема я наношу масло, у меня комплекс шести масел, насколько я помню, наношу совсем маленькую капельку на всю длину волос, чтобы не было секущихся кончиков, так как у меня просто есть такая потребность. Если у вас псориаз, не обязательно заниматься этим, можно ограничиться просто трехступечным уходом и не забывать мазаться от ваших болячек. Также хочу отметить, что любые физические нагрузки полезны при псориазе. Отдельную ступень в моем уходе за собой занимают масла. И масло не только кокосовое, как я вам уже сказала ранее, а это масло любых видов. Это кунжутное масло, это льняное масло, оливковое масло. И что мы делаем? Мы натощак пьем масла. Конечно же, нужно также соблюдать водный баланс. Мне кажется, это даже не нужно обсуждать. Люди, страдающие псориазом, понимают, что циркуляция воды в их организме выводит токсины и является вообще ключевым функционалом в том, чтобы наша кожа была чистой. Надеюсь, это все понимают, но я это обозначила, поэтому вдруг кто-то забыл. Это очень важно, поэтому пьем масло натощак, пьем много-много воды. Также даем анализы, пьем витамины и ухаживаем за своей кожей, конечно же, наружно. Кроме того, как мы еще лечим кожу, кому интересно, как я снимаю чешуйки, я их увлажняю вазелином, также солидолом, медицинский солидол. Конечно же, не забывайте правильно питаться и соблюдать диету. Что ж, надеюсь, это видео было для вас информативным или послужило вдохновением. Повторюсь, я ни в коем случае не учу вас, как лечить псориаз. Этот процесс очень долгий. Если вы хотите отдельное видео, где я буду прям погружаться в свою личную историю и делиться своим опытом, то, конечно же, дайте мне знать.